Всем привет! С вами Юлия Ульянова. Мы продолжаем говорить о пептидах. В предыдущем видео мы с вами выяснили, какие типы пептидов бывают, чем они друг от друга отличаются, на что стоит обратить внимание, что можно делать с какими пептидами, что нельзя, с чем сочетать, с чем не сочетать. Поэтому все такие вопросы, если они у вас есть, сначала вам советую узнать на них ответы в предыдущем видео. А сейчас я покажу конкретно те средства с пептидами, которые у меня есть на данный момент. Но это, конечно, не всё, что я пробовала и, уверена, не всё, что пробовали и вы. И не всё, что мы даже за всю жизнь сможем попробовать, потому что средства с пептидами появляются с невероятной скоростью и у европейских брендов, и у азиатских брендов. Поэтому имейте в виду, что это примеры, но ссылки на них под видео я оставлю. Начну с универсального крема с разными типами пептидов и, соответственно, от разных типов морщин, и мимические, и статические. То есть, если у вас есть мимические морщины, вам нужно расслабление, и плюс нужно ещё и убирать вот эти заломы, то обратите внимание на этот крем. Он пережил уже несколько вариаций, они форму свою совершенствуют, потому что раньше он был вообще в круглой банке, в которой нужно было лазить пальчиком. Теперь это помпа. Выглядит он вот таким вот образом. Он достаточно лёгкий, поэтому если вы ещё его комбинируете с какими-то другими сыворотками, с кремом сверху ещё каким-то, то это будет нормально, это не будет перегружать вашу кожу. Но, опять же, для самого лучшего и эффективного воздействия лучше совмещать релаксодерм с сыворотками. И что здесь я вам скажу? Релаксодерм – это крем с хорошей системой доставки. Сейчас буду показывать вам аргирелин, так как у меня матриксил. Аргирелин. Вот у средств Деодинери с пептидами хромает система доставки, по моему мнению. Поэтому я бы их совмещала. То есть сначала, как более жидкое средство, мы наносим аргирелин, дальше смешиваем это с кремом и вместе туда в кожу отправляем. Можно сделать небольшую паузу, если вы хотите, можно сразу практически нанести вместе. Для меня работает это и одним, и другим способом, потому что одного аргирелина вам будет явно недостаточно. Как мы помним, это именно миорелаксант, и он действует только на расслабление. И опять же, если вы от релаксодерма или от аргирелина не видите эффекта, сразу не чувствуете никакого онемения нигде, ждите. Может, это наступит на 16-й день, как у меня это был первый раз, на 20-й, может быть, на 30-й, у кого-то на 10-й. На самом деле, батулотоксин не на всех действует. Есть процент людей, у которых он просто практически сразу выходит из организма, даже 6 месяцев не держится. Их немного, но такие особенности тоже стоит учитывать. Давайте дальше обратимся к The Ordinary. У меня есть еще два средства. Матриксил здесь 10% с гиалуроновой кислотой. Здесь будет консистенция уже менее водянистая, больше похожая на гель. По сути, гель достаточно хорошо работает. И матриксил, он классный именно тем, что он также работает и на мимические, и на статические морщины. Плюс при проблемной коже тоже рекомендуют именно вот это средство использовать. Потому что, если вы, например, с проблемной кожей столкнулись, какой-то крем с пептидами вам не подходит, попробуйте матриксил, что-то, где основным ингредиентом будет матриксил. И, кстати, насколько я помню, как раз-таки в креме Филорга это основной ингредиент. И вот крем Филорга мне тоже очень нравится. У них очень классная система доставки. И я использовала несколько вот таких маленьких упаковок. Если вы следили как-то за мной, увидели, что я и большую упаковку покупала, здесь просто вопрос предпочтений. Крем классный, он мне нравится именно как ночной. Он довольно жирный. Я имею в виду плотность такую. Его на всю ночь хватает. Жирный, наверное, не то слово. Он именно плотный. Он не будет жирный, но у него консистенция такая. Он будет и заполнять морщины мелкие, если они у вас есть. Он будет и действовать на то, чтобы их разгладить, на то, чтобы уменьшить их количество. И здесь не только матриксил. Здесь будет и расслабление. Здесь будет именно антивозрастной эффект другими типами пептидов и стимуляция, оживление клеток. В общем, обратить внимание на этот крем стоит. У меня сейчас есть в пробниках, поэтому я большой упаковкой не озадачиваюсь. Но однозначно стоит обратить на него внимание. Не особенно, если у вас на лбу это где-то на большую зону наносить. Это тоже еще один такой момент. Если вы не видите эффекта релаксанта, то просто нужно увеличить зону нанесения. Обычно, обычно это лоб у всех и вот здесь. Потому что пептиды вот здесь, они скорее вам нужны будут не релаксирующие. Хотя тоже от них вреда не будет. Вам нужны будут именно стимулирующие, реструктурирующие, о чем мы с вами уже говорили. Также стоит обратить внимание на буфет. Я на самом деле не особо его полюбила, потому что у меня есть другие какие-то средства, схожие по действию. А у него все-таки такая тоже консистенция, больше гелевая. Не всегда это дружит с другими средствами. Поэтому буфет, несмотря на то, что он называется буфет именно потому, что там разные виды пептидов. И они комплементарны друг другу. И в целом вы увидите явный заметный результат при постоянном применении, опять же. Мне просто не очень нравится эта форма сывороток, которые застывают. Они иногда начинают скатываться не совсем уходом дрожи. То есть их либо на вечер, по крайней мере у меня это, либо как-то вот отдельно. Матриксил, кстати, вот из этих сывороток от The Odinor ведет себя приличнее всех. Дальше покажу вам два средства от Medit Laboratories. Это Snoxin 2 и Isilix 2. Тоже они поменяли свои формулы. Они добавили новые поколения пептидов. Isilix, слово I, глаза заметили. Догадались, что это для области вокруг глаз. И также можно наносить это вот сюда. Пептиды, они есть пептиды. Если вы наносите крем для области вокруг глаз с пептидами на другие участки лица, вы также получите пептиды. И тогда там есть некоторые особенности. И на самом деле, так как кожа глаз просто она тоньше, там будут более легкие формулы. И вот давайте с вами вместе это сделаем. Мы идем и смотрим, как использовать средства для области вокруг глаз с пептидами. И здесь нам говорят, что нужно использовать утром и вечером на очищенную кожу, на контуры вокруг глаз. Не на веки, контур и раунд айс. Это означает, что это мы на веки не наносим. Средства с пептидами здесь будьте осторожны. Тем не менее, хорошее средство. Если, возможно, вам интересно увидеть его консистенцию. Я уверена, что это будет особенно важно. Но тем не менее, это крем. И я его наношу именно вот на эти зоны. Там, где кожа все-таки будет больше истончаться, она будет больше подвержена заломом, каким-то из-за улыбок, из-за того, что даже очки, когда они у нас есть, вот сбоку здесь они от солнца не защищают хорошо, если они только не загибаются. Соответственно, этой зоне стоит уделить больше внимания. Даже если вы прямо сейчас не видите еще никаких особенных проявлений, морщин. Вот второе, это Snoxin 2. Это уже для лица. Здесь уже гелевая форма. Вот это стоит, наверное, показать. Это не крем, он такой вот полупрозрачный гель. Сегодня, кстати, его использовала. В нем еще также увлажнение есть, но в меньшей такой степени оно не совсем водянистое. Даже, мне кажется, уже не видно, где это средство. Вот оно. Это гель. И у него есть определенная плотность. То есть наслаивать много средств вместе с этой сывороткой я бы не стала. Что-то в кожу впитывается, как будто бы и не было, а что-то остается плотненьким слоем. Вот это вот чуть будет полегче. Тоже сыворотка отличная, кстати, очень легкая, отлично впитывается, можно наслаивать с разными другими средствами. Как видите, это уже капельки. Практически такая водянистая, но все-таки с легким ощущением гелеобразности сыворотка. Это Hylamite. Уже более дорогая марка в рамках D7. Если у вас уже созрело желание купить что-то более эффективное, более изященную формулу после того, как вы попробовали в The Ordinary, то есть вы в The Ordinary доверяете. Обратите внимание на Hylamite. Отличная сыворотка. Это у нас для лица Sub-Q Anti-Age и для области вокруг глаз Sub-Q Ice. Она уже вот такого молочного у нас вида. Точно так же я не наношу ее на веки. Это только на область вокруг глаз. Она довольно-таки легкая. И на самом деле такие сыворотки я часто могу совмещать и с кремом для области вокруг глаз. Если они легкие, они не плотные, для области вокруг глаз это чаще всего так и есть, то можно еще с легким кремом это вместе использовать. И там в креме тоже будет немножко пептидов. Это хорошо. В общем, большой, наверное, такой вывод, что пептиды – это наши витаминчики, строительные материалы. В детстве, в юности они вам не нужны. Там вы когда уже чувствуете, что вне зависимости от возраста, иногда это от курения, от плохого, неправильного питания, от общего стресса, гораздо раньше начинаются эти изменения, то вот подпитывание себя как дополнительными витаминами пептидами – это отличный вариант. И у этого средства точно так же в описании наносим на контур, не на веки. Сейчас покажу средство, которое можно наносить на веки. И здесь также есть пептиды, то есть здесь уже не будет расслабляющих пептидов, но будут другие пептиды. Это средство от Neod, и мы о нем говорили подробнее в обзоре как раз на этот бренд. Это водичка. И здесь в описании указано то, что это можно наносить утром и вечером на зону вокруг глаз, включая верхнее веко. То есть на веки можно наносить, и я подтверждаю то, что я наносила, и все в порядке. У него есть цвет, тем не менее, это водичка. Водичка, вот, кстати, из средств всех, у него невероятно маленький расход, получается, здесь 15 мл, его хватает очень-очень надолго. И, естественно, это можно под любые кремы. То есть у вас достаточно какой-то простой, можно сказать, бестолковый крем для области век, и вы периодически подкармливаете эту область еще пептидами, более таким концентрированным средством. Но оно легкое, действительно, ни отеков, ни каких-то проблем, ни еще чего-то с этим нет. Единственное, что если сам по себе крем тяжелый, от него могут быть отеки, то, естественно, микс лучше на себе проверить, возможно, от него отказаться. Те средства, которые у меня сейчас есть, и в которых пептид достаточно активный, потому что, как я говорила, в любом таком уважающем себя анти-эйдж средстве, и в сыворотках, и в кремах будут какие-то пептиды. А потому что они работают, потому что они эффективны. А если они работают, то средства с ними, естественно, вам будут нравиться больше, вы будете их больше и чаще покупать. И если у вас в крючках еще остался чай и желание узнать больше об уходе за кожей, то обязательно загляните в плейлист, где собраны все видео о полезных ингредиентах, о интересных и работающих средствах. И также о том, как помочь своей коже быть здоровой, выглядеть красивой и перестать ее мучить неправильным уходом. Также о полезных ингредиентах и средствах с ними я пишу в Инстаграм. И я благодарю вас за то, что вы были со мной. Оставайтесь на здоровой, красивой, позитивной волне, и мы с вами за это увидимся. Всем пока!